А скажите, пожалуйста, почему нельзя в своей обуви проходить туда? Потому что это опасный объект. Соблюдение техники безопасности начинается еще до входа на строительный объект. Проход на территорию разрешен только в специальной обуви, каске и световозвращающей жилетке, чтобы рабочего было видно в темное время суток. Вот так вот должен выглядеть рабочий на стройке полной экипировки. В Финляндии уже более пяти лет на государственном уровне принято требование о ношении защитных очков. Причем это очень сильно уменьшило количество травм глаз. Кстати, видеоинструкция для строителей записана не только на русском языке, но и на таджикском и узбекском. Так рабочим из этих стран легче понять, какие правила необходимо соблюдать на строительной площадке. Чтобы попасть непосредственно на территорию стройки, нужно пройти через турникет. А для этого сначала нужно продуть в алкотестер. Ну вот мы видим, меня прибор пропустил, а те, кто не прошел алкотест, тем вход на стройку в дальнейшем будет запрещен, поскольку компания заносит таких людей в черный список. Сотрудники госстроенадзора внимательно осматривают строительную площадку. К примеру, проемы в шахту лифта должны быть огорожены, чтобы туда не сорвался рабочий. А все провода и коммуникации надежно закреплены на полу, чтобы никто о них не споткнулся. Соблюдение всех этих требований контролируют инженеры по охране труда. При этом не снимается ответственность из самих рабочих. Он сам отвечает за себя, да, вот это надо для себя познать. И, соответственно, то, как на этом акцентрирует внимание, и то, как на этом по этому вопросу работает сам работодатель, как контролирует, это тоже немаловажно. Только в этом году на стройобъектах республики произошло уже восемь несчастных случаев. Три из них закончились смертельно. К примеру, в марте при возведении жилого комплекса с пятого этажа сорвался рабочий. Как отмечают инспекторы стройнадзора, несоблюдение правил безопасности при работе на высоте – одно из наиболее часто встречающихся нарушений, но не единственное. Отсутствие касок. Хотя по программе проверок мы обязаны застройщика и подрядчикам оповещаем за три дня до начала проверки. Программа проверок есть. Известно, что у нас 12, допустим, июля выходит инспектор на объект. Тем не менее умудряется попадаться на нарушение. С начала года госстроенадзор провел уже более 130 проверок и выписал штрафов на 4 миллиона рублей. Для сравнения, по итогам 2017-го строительные фирмы Татарстана были оштрафованы на 7,5 миллионов. Андрей Шульга, Андрей Ключников, Телеканал Эфир.